А результат известен. Что мы сейчас с вами делаем в игре? Мы воюем, мы конфликтуем. То же самое происходит и в реальной жизни. Конфликтуют представители разных идеологий. Наша задача лишь эти конфликты сделать как можно более цивилизованными в результате, с наименьшими потерями пройти их. И чтобы эти конфликты поспособствовали развитию, а не разрушению. Мы можем. В наше время это в письма реально. Мы можем так к этому относиться. Много информации, много умных людей, которые могут реализовать свои взгляды вполне себе цивилизованным образом. Почему бы так и не сделать? Если раньше это можно было реализовать или переубедить другого человека, только шарахнув молотком по голове. Например, какие-то там дикари друг с другом беседовали, то они могли само собой выяснить отношения в споре. Как там на острове Пасхи, что там яйца во рту, не разбив насилие. Ну, пытались выиграть какие-то соревнования. Кто-то пытался там на рыцарских турнирах или еще что-то. Ну, скажем так, силовые методы. То есть сейчас есть вполне себе цивилизованные методы выяснения отношений. Так, 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 так. Хорошо, это все хорошо, эти все сказки тоже замечательно про жизнь, про бытие, про ненависть. Но перед нами стоит насущная проблема, которая делает из меня такого себе цинника, относящегося, рассказывающего вам о хороших вещах, но делающего в игре все то же самое, что и предусмотренная история человечества. Дальше уничтожающего города, захватывающего их, сжигающего противника, разбивающего его армии, истребляющего пленных, ну и все-все в таком духе. И сказать, что если бы я реально мог руководить такими войсками, я бы этого не делал, ну, пожалуй, я не буду вас обманывать. На самом-то деле, у многих людей есть весьма много жестоких предпосылок, особенно у людей, которые считают себя независимыми от большинства точек зрения. И с учеными вот тут проблема бывает, и с людьми мыслящими, то, что иногда они слишком циничны и слишком жестоки. В этом кроется тоже определенная опасность. Ну что? Я не знаю. Давайте-ка вот так осилим. Не хочу нападать, ну реально, не хочу на поле боя. А, супер! Расклад просто замечательный получился. У нас было такое преимущество, что мы съели конюхов без существенных потерь. И выполнили еще и миссию, получили полторы тысячи золота, таким образом выведя себя из минусов на какое-то время. Да у меня прямо, я не знаю, военная экономика постоянно из минусов выводится за счет пополнения казны через захваты и выполнения заданий. Просто супер! Но дальше, осуществляем наш план дальше. Может быть туда направить один из стеков, забрать Роханскую провинцию. Хотя, пока мы ее найдем, было бы неплохо лазучика нанять и сначала разведать, что куда. Впрочем, есть дорога, которая приведет однозначно к кражескому какому-то лагерю. К городу, вернее. Ну да ладно, не будем гадать. Сейчас постараемся соединить хотя бы один существенный стек. Что там требуется получше. Вот, так совсем по-другому. У нас большой один самостоятельный стек, который теперь будет представлять уже серьезную угрозу. Остальное всю мелочь выводим и гоним Гондору. Они пойдут у нас по направлению помощи. Кому помощи, не знаю. В сторону Пиларгира, может быть в сторону чего-то туда, не знаю. Где-то так. Так. Что же касается... Что же касается вот... Дальнейшего морализаторства. Проблема религий. Отношение религии, того же, допустим, ислама и мусульманства, как самых распространенных и самых, по сути... Ну, как бы, христианский мир я имею в виду, потому что христианство сейчас разделилось на множество вещей. Но, по сути, это одно и то же. Христианский мир, он более развит, более агрессивен, может быть. Он всегда готов расширять свои полномочия. Он более прогрессивен. Исламский мир, он же за счет идеологии чисто пытается все охватить. Да, есть там государство. О, подошел Саруман сам. Нифига себе. Саруман пожаловал. Так. А вот это уже интересно. Знаете, интересно почему? Потому что до 1987 года Изенгард, несмотря на все столкновения, продержал Сарумана. Я понимаю, когда играет человек за Изенгард и когда он пытается сохранить военачальника. Но когда искусственный интеллект сохранил своего военачальника, то это уже о чем-то говорит. Столкновений, хотя, несомненно, у них было много. Молодцы, однозначно. То есть, столкновение христиан, мусульман, атеистов, как трех основных, может быть, мировых фракций. Оно-то на самом деле дает свой результат. И причем результат, я бы не сказал, что отрицательный. Так, так, так. У нас куча заданий до вторжения. Надо не забывать и про него. Мы потихоньку направляемся. Аронарт. Серьезный ты, чувак, Аронарт. Будем ждать дальше тебя. Еще три хода всего лишь осталось. Быстрое времечко бежит. Так, у нас снова минуса. То есть, про постройки мы не думаем. Что мы думаем? Мы думаем про то, как добраться до Дараса вовремя. Слишком уж серьезно силы. Прибывшие туда. На это уйдет еще четыре хода. Можем и не успеть. Надежда на то, что роханцы пригонят туда очередные свои стэки и помешают взять его в очередной же раз. Хотя, в любом случае, нам любой исход выгоден. Я на любой исход согласен. Пускай берет Эзенгард Эдарас. Опять же, если мы снова возьмем Эдарас, нужно будет его удерживать. Ну и все в таком духе. Хотя, на этот раз у нас уже есть несколько стэков полных, в отличие от прошлого вторжения, когда мы оперировали всего лишь одним. Какие же положительные итоги приносит вот это вот противостояние? Привожу пример Средиземья. Какие положительные итоги? Мир развивается. То есть, есть прогресс определенный. То же самое и в мире происходит. Если бы не было, как говорится, зла, не было бы и добра. То есть, никто бы не понимал, что такое добро. Если бы не было конфликтов, архаизмов, разрушений, то никто бы не понимал, насколько прекрасен прогресс. Само собой, когда вы смотрите, что где-то там в Афгане какие-то полудурки убивают девочку за то, что она изучает, за то, что она читает книги, понятно, что у вас возникает праведный гнев. И вы думаете, какие же это дикари, дебилы, блин, что они там живут в своих этих степях, полудурки, их надо всех истребить. Ну или, по крайней мере, оградить стеной, чтобы эти там уроды жили и никому не мешали жить. Но вытянуть оттуда всех, кто хочет нормально развиваться. Тут ведь проблемка, знаете, какая? Вот некоторые говорят, Запад агрессивно действует в отношении других стран. А когда в истории было по-другому? Напомните мне, пожалуйста. Когда в истории мирным способом несли цивилизацию? Может, кто-то мне подскажет, какое государство, оно мирным способом пыталось распространить свое влияние? Что-то я как-то такого не припоминаю. Ну, честное слово. Всегда были конфликты, всегда были столкновения, всегда были такие вот жестокие условия. И всегда их смена постоянная, она приводила к определенным результатам. К тем результатам, которых мы оказались сейчас. Я сижу, играю в это, читаю опоздания. Все, это раз взяли, я рад искренне за них. Но я читаю это на экране монитора, который, блин, создан, извините меня, за счет именно тех конфликтов, когда кто-то, кто лучше цивилизован, пытается цивилизовывать тех, кто хуже цивилизован. На это как-то никто не жалуется из критиков прогресса и цивилизации. Почему-то. Хотя платформу для критики снова же предоставляют современные средства прогресса такому человеку. Офигенные ребята, конечно же, у Изенгарда. Я начинаю уже завидовать, что не играл. Ну, благо Пимли. Достаточно про Изенгард вам рассказал и показал. Так что я уже не переживаю за этот момент. И не жалуюсь, честно. За Мордор мне интересно играть. Очень причем. Какие-то жалобы с моей стороны тут будут просто-напросто преступными. Потому что игруха действительно клевая. Вторжение удалось. И я рад за наших союзников. Однако их там сразу роханцы и осадили. В любом случае, клево. Что отвлекли силы роханские туда на Эдарас. А наши ребятки тем временем вторгаются в их земли. И беспощадно следуют нашему плану. Который ведет к уничтожению Рохана. По крайней мере, к категорическому его ослаблению. Вот где-то эта сторона. По этим рекам. Она должна быть наша. Там дальше пускай уже остатки Рохана разбираются с Изенгардом. Сильно, в принципе, Изенгарду помогать я не планирую тоже. Так что, как бы не критиковали снова же прогресс. Как бы не критиковали развитие. Как бы, знаете, может быть не критиковали СССР за то, что многое делалось принудительно. Там переселялись народы, другие вещи. Само собой, всегда в истории можно сделать лучше. Не найдете никогда никакого момента, когда все сделано идеально. Это просто невозможно. Ну, жизнь такая. Наш мир такой. Ого, как ушел далеко. Харат. А вот это вот будет противничек очень-очень серьезный. Лесные эльфы тоже не промах. Блин. Да, врагов еще остается достаточно. Хотя основных мы давим. Впрочем, ладно, еще рано судить о том, кто победил. У нас невыгодная позиция с той точки зрения, что мы карту пополам перерезали. Харат перерезали от других фракций. Было бы неплохо, чтобы они там грызлись еще с какой-то фракцией. Совсем на руку нам бы было. Но, увы, нет. Географические условия не позволяют. Опять нас на кольцо всевластия обращают внимание. И вот видите где. В Дели. В Делиском городе. Что ж, снова же я не знаю. Скорее всего, мы не успеем туда дойти, это во-первых. Ну и пока что не имеем возможности. В первую очередь на Рохан нужно будет обратить внимание. Так что вот вся критика в адрес всех великих людей, которые делали глобальное преобразование, она уместна. Она, безусловно, объективна. То, что там Цезарь вырезал этих галлов. То, что там Сталин уничтожил громадное количество людей. Ну, по его приказу, вернее. Само собой он сам. Не сам же руками уничтожал. Ну, времена такие. То, что другие там люди что-то чем-то подобным занимались. Это, конечно же, все уместно. Безусловно, можно было сделать это с меньшими потерями, лучшими средствами и лучшим делом. Но история неизменна. То, что есть, то есть. Вопрос лишь в одном, друзья. Этот вопрос касается будущего. Что цивилизация в конечном итоге даст человечеству? Ну что, я вижу, земли вполне себе пусты. Роханцы тянут все войска на Эдарас. Пытаются как-то компенсировать серьезные последствия нашествия. Но уже поздно. Сейчас мы захватим Дунхару и выйдем на ту ось, когда контролируем практически существенную часть провинций. Не провинции, а городов роханских. Еще один важный момент. Это, конечно же, выйти из экономического этого пике, в который нас завела громадная армия. Искренне надеюсь, что у нас скоро это выйдет. И выйдет за счет городов. То есть, учитывая три стэка, на следующих нескольких ходах мы сможем захватить три города. Таким образом, вот, например, такой большой город. А, нет, сначала же Дунхару. И сможем пополнить казну. Плюс уменьшить количество наших войск. Да, почему бы и нет. Его объективно нужно уменьшать. Однозначно. Еще, да, Пеларгир. Я забыл совсем. Точно, мы же осаждаем Пеларгир. Еще у нас один стэк. Не три, а четыре стэка содержим. Ну, конечно, уйдем в минуса. Ну что, поехали. Будем ждать их выхода. Сейчас постараемся разгромить все войска. Там два полководца. Ребята суровые, но нас больше. И мы должны победить однозначно. Жалко, что нету назгулов. Ой, да у нас тут вообще командира нет. Блин. Ладно. В любом случае, преимущество на нашей стороне. Делаем то, что делали раньше. Выставляем за град отряды. Делаем, вернее, защитные отряды. То есть, защитную позицию ставим. Наши войска делаем несколько юнитов, которые в результате потом ударят по тылу. Ну и обстреливаем врага, безусловно, лучниками. Вот все то, что мы должны выполнить в данном бою. Разнообразные города. Я ожидал, безусловно, увидеть какие-то побольше. Честно, они немножечко маловаты. Пеларгир хотелось бы видеть таким себе строением. Очень-очень массивным, масштабным. Но населенность, скорее всего, Средиземья вот так где-то и коррелирует с тем, что я вижу сейчас перед собой. Что там нас может ожидать? Моряки Пеларгира. Что еще? Рыцари Лебедя нет. Это Доломроти, который мы быстренько так хорошо, успешно нейтрализовали. Гондор даже не смог воспользоваться. Да и все, пожалуй, все. И вот эти вот полководцы, которые на вражеской стороне, на нашей нет. Ни в коем случае нельзя дать им убить нашего полководца. Это будет крах. Реально. Так, быстро, быстро работают. Йо, мы не успеваем перестроиться, блин. Тяжелые всадники. Что ж, придется нашим копейщикам противостоять. Угу-гу. Прочарджили они неплохо. Вы видите, что они в такую своеобразную фалангу могут выстраиваться. Или терцию, или как это назвать. Просто, просто я не могу сейчас определить, стоят ли они в данной позиции или нет. Они перемещались. Так неожиданно кавалерия на них пошла. И понесли громадные потери. Ну, перестраиваемся быстренько. Главное, лучника прикрыть. Чтобы не смог враг неожиданно контратаковать. Хорошо. Командиров сюда. Вот эти вот ребята с длинными косами помогут. Пусть служат отрядом. Изначально таким, который ударит в тыл в результате. Для того, чтобы довершить все развитие боя. А остальные будут сдерживать. Мне кажется, у нас хватает полное потенциала. Ну и обстрел, вы видите, тотальный такой. Уменьшает шансы врага все больше и больше. Блин, прорвались. Это как вы тут так сумели сделать? И погнали наших лучников. Да что за фигня? Обстреливайте их. Вы же можете просто с расстояния их уничтожить. Да и все. К тому же подобные лучники спокойно противостояли роханцам. Что же вы здесь не можете спокойно выдержать натиск тяжелой пехоты? Хорошо. Эти стоят. Эти стоят. Все окей. А что там за бой завязался? Такой бесконтрольный. Что за фигня? Кто там пришел? Псадники тяжелые. Так, лучнички побежали. Стоп, стоп, стоп. Никаких побегов. Зачем? Бессмысленно это все. Справляются. Мне кажется, командира не стоит отводить. Отлично, они справляются. Сейчас переведем командира в режим, когда они ударят по тылам врага. Все, победа у нас почти в кармане. Можно даже особо не переживать. Кавалерию в основном раздробили. Осталось добить полководцев вражеских, конечно же. Ого. Моряки. Вот эти вот морячки я помню. Проблем доставили много. На моей защитной позиции. Думаю, ничего такого плохого, поганого не случится. Добавим еще наших ребятушек. Так, я бы перенацелил лучников туда, куда надо, где меньше ущерб нашим же рядам будет нанесен. Отведу пока назад. Что здесь? Здесь обстрел идет. Блин, что-то... Что-то как-то... Где там происходит столкновение? Ага, вот здесь. Хорошо, пускай этих обстреливают. Ну что там с моряками Пиларгира? Вы уже их задавили или нет? Побежали вроде бы, да? Дрогнули, мне кажется. Или они перестраиваются? Нет, не дрогнули. Они просто перестраиваются, к сожалению. И стоят до последнего. Кавалерия тоже действует, как только может. Чарджит и чарджит без перерыва. Подкрепление ввожу. Пускай орки здесь морячками займутся. Наша же задача сейчас ударить в тыл. Пока сломим этих морячков. Блин, как же медленно они уменьшаются. Это было 40 человек, а стало... Что-то они вообще какие-то неубиенные. Все, нужно фланг перенести сюда, на эту сторону. И атаковать. Пора уже сломить хребет этой гадюки, защищающей город. Надоело. Честное слово. Как раз мы ударим. Это будет очень эффективной позицией. Все, бьем, бьем, бьем по ним. Отлично. Жалко, не так быстро все это происходит. Как хотелось бы. Нет кавалерии. Перемещаются войска не так уж складно. Нападают тоже не сильно складно. Не общим сомкнутым строем. Блин, отряд бунтует. Кто-то добился своего. Кто-то неплохо защищает город. Ну, для них это, по сути, самая последняя твердыня. Так что... Ох, какие уже эти моряки Пиларгира. Опасные ребятки, однако. Ну, тут никак не получится проиграть. Очевидно, что мы... Даже если бы захотели, то не выйдет. Вроде бы так много было подкреплений. Все равно не хватает. Все равно чего-то не хватает. Давайте с этих сюда выведем. Пассивно они себя ведут. Никак с врагом не соприкасаются. Буквально два человека воюют. Остальные все сидят себе спокойно на корточках. Зачем? Какой в этом смысл? Отлично. 55 процентов. Хотя и наши потери тоже существенные. Да что ж такое? Что же у них за войска-то такие? Так, что здесь? Здесь мы можем лучниками лишь помо... Да, убили... Ааа! Нет! Не... Нет же! Да вы что издеваетесь? Блин, что... Что происходит? Блин, они убили генерала. Ну реально, ну как это могло произойти? Надо было держать его в этом самом. В тылу. Да что ж такое? Ну как так глупо можно было... Дьявол! Да что это такое произошло? Да что это за... Баранидзе! Ну надо же было так! Ну я же побеждал! Охереть! Так, ну надо надеяться, может быть мы сможем лучниками выстрелять всю эту... Всю эту шаловочную контору. Они же не смогут нас догнать, если мы лучниками будем работать. Но никак, как это будет возможно? У них кавалерии толком не осталось. Разбежали себе по полям. Блин, такое преимущество у нас было. И мы никак не смогли и добить. Посмотрите, что они сделали с половиной войска. Раскатали его только так. Это просто эпик фейл, честно. И все из-за командира. Только я вывел, и все из-за него. Ну что же это такое? Только я хотел в тыл ударить, чтобы закончить битву. Чтобы дальше уже не продолжать разбираться. И так произошло. Нехорошо, некрасиво. Фух, ладно. Главное сейчас выиграть. Потому что силы все-таки, я вам скажу, очень-очень сильно по ходу дела. Перешли не на нашу сторону. Все больше и больше отрядов бросается на утек. Наша задача их расстрелять. Блин. Реально армия организованно отступает. Я другого не вижу. Определение всем этим событиям, которые происходят. Это что-то за пределами мечтаний. И столько они истребили нас. Столько мы осаждали. Столько усилий было и зря содержали этот стек. Да, очередной сюрприз. Ну что ж, я был сам виноват, что так далеко загнал. Я просто не думал. Ну реально, наш отряд командирский был в нормальном состоянии. Кто же его так? Какие-то морячки Пиларгира разобрались. Эти еще бессмертные. Смотрите, что они вытворяют. Их обстреливают с ними, что угодно делали. Они не умирают и не умирают. Он уже один остался. И все равно он выживает. Да это бред какой-то. Обстреливает целый. Целый отряд обстреливает. Ему пофиг. Он выживает и выживает. Да что такое? Что у него там за характеристики такие? Чего он? Где набрался? Точно какое-то кольцо всевластия, что он расшибает всех, кого только можно. Эти еще моряки бессмертные Пиларгира. Четыре человека против целого отряда. Да как вы заколебали уже. Это как какое-то проклятие. Знаете, я говорил, давай оставлю Пиларгира. А потом нет, давай захватим Пиларгир. Пошли. Зачем Хараду его оставлять? И в результате, в результате вот такая вот фигня. Блин, да за ним даже кровавый шлейф тянется. Что такое? Ну убейте уже этого. Чтобы мы могли потом в следующий раз разобраться. Ну, кончайте с ним. Бессмертный. Ну реально бессмертный. Ну что я могу поделать? Я тут ничего не могу поделать. Я так понимаю, если бы я даже целой армией его валил, то не завалил бы. Это вот та же самая фигня, которая в средневековье происходила. Когда один командир там буквально мог... Был у меня один раз, кстати. Да, был один раз. Я когда-то давно-давно очень пробовал там играть. И помню, в крепости было сражение. И получилось так, что командир погнал фактически всю армию. Это Священная Римская Империя я воевал. Я уже не помню, за кого я играл. Блин, за кого же я играл? Фу. За Англию или за Францию? Нет, за Англию вроде бы я играл в средневековье. Да, один раз за Англию я играл. Да, остальное все проходило только эти самые. Kingdoms. И вот... Один командир, да, немецкий у меня погнал фактически все войско. То есть там было 4 или 5, по-моему, полных отрядов. И все войско. Я истребил его один отряд. Кавалерий. А они вот такими вот фигнями, вот смотрите, бессмертные. Ну, бегает реально, ему пофиг. Стреляет в него, не стреляет, ему пофиг. Так он. Дункан Маклауд. Че ему? Он как в своей лодке. Вполне себе способен преодолеть любые трудности. Даже самое невозможное. Для него это все ерунда. Бросается, конечно же. Чарджит. Смотрите, половину отряда сразу скосил. А че ему? Ему все можно, а че бы нет. Хе. Да. Честно, я не против. Конечно же, чтобы лидеры фракции выживали, чтобы они долго сражались. Но не до такой же степени. Когда несколько отрядов тебя выстреливает, выстреливает, и ничего не может с тобой поделать. Мне уже даже интересно это все стало. Хотя бы попробовать, сможем ли мы убить хоть одного из их генералов в результате. Чисто ради этого хочется на поле боя воевать. Сейчас не выходить. По идее, это уже битва, насколько я вижу, проиграна. С такими-то раскладами, когда морячки Пиларгира бессмертны, им че пофиг. А эти ребята вдвоем. Помните, два полководца были у них в войске, и они как раз делают, че хотят. Чарджит и чарджит. Ну, смотрите, сейчас пол отряда мы снесли, и мы довольны. Конечно. Блин, не успел включить. Жалко, потеряли мы отряд. Но пускай эти уже убегают. Особо того, что они есть на поле боя, ничего не меняется. Эх, да. Поражающее поражение. Других слов никаких нет, особенно по поводу этих терминаторов. Ничего, скотина. Не переживай, мы еще, пожалуй, тебя с назгулами тогда попляшешь ты. По полю боя побегаешь. Я с тобой не буду воевать на поле боя. Нет, дружище, я просто осажу город и захвачу его, и там ты сдохнешь вместе со всей своей сворой. Да, бредовая битва, реально, очень бредовая. Я признаю, что я виноват, конечно же, с тем, что генерала так, наверное, гибель послал. Но все же, все же, я вот думаю, если бы даже генерал не умер, сколько бы я разбирался со всем этим бессмертным воинством гондорским. И сейчас ко мне приходит мысль, что я просто-напросто расчистил путь для Харадримов. И эти ребята получат в свое распоряжение уже голенькие с Гелиад. Ой, блин, Пеларгир. На котором наши войска смогли уменьшить гарнизон. Если это так можно назвать, потому что автогарнизон, опять же, включится и все такие вот кренделя. А в их распоряжении осталась, по сути, вся целая армия. Мне страшно даже смотреть за цифрами, которые сейчас высветятся, когда игра закончится. Ну, убейте хоть одного чувака, но в конце-то концов. Но вы же должны хоть какой-то ущерб нанести серьезный. Сколько же можно? Что его убьет? Его способна что? Только катапульта, баллиста какая-то сломить? Так, ясно. Наконец-то, ну... Наконец-то! Хоть одного вражеского полководца убили, но второй у них остается. Ладно, хотя бы не зря погибали. Хотя, наверняка, зря. Им, скорее всего, приемного какого-то этого самого дадут сейчас, сразу же, с самого начала. И все у них потом пойдет так же хорошо, как и было до этого. Так, ладно, тут уже доиграть осталась ерунда. В принципе, можно выходить. Но я еще их подрессирую, погоняю по полю боя. Выведу, по крайней мере, с достоинством свои отряды. Жалко, что они убегают, вы видите, через все поле. Так легко это все не получается. Что же касается нашего морализаторства, то основная мораль всей сей басни толкиновской, ну, я, по крайней мере, какой вывод из нее делаю, свой вывод, снова же, Толкин, безусловно, с другими параметрами это все пытался интерпретировать и представить, это то, что сколько бы ни было идеологии, сколько бы ни было разных мнений, необходимо быть, знаете, как пытаться вникнуть в это все, как там эмпатия называется, то есть вникнуть в состояние других, их понять, и только таким образом можно все это привести к какому-то единому хорошему знаменателю. Вопрос тут какой новый поднимается, возникает? Что бы было, если бы на всей земле была одна и та же религия? Был бы полный мир и порядок? Или это бы, наоборот, остановило человечество в развитии? Как по-вашему? А если бы все, допустим, были атеистами тоже? Хотя снова же атеист-атеисту рознь. Это, мне кажется, ух, две тысячи. Ну, хоть их тоже тысячи уничтожили, но две тысячи. Ради чего мы столько долго нанимали.